Могли ли мы когда-нибудь представить, что ванилька станет шизофреничней модов? Вы все мы хеллоу, с вами Санч Попус. И сколько там времени назад вышел этот Носте Бег? Неделю-две назад. Ну хотя бы не месяц. Значит я ещё успеваю на этот поезд хайпа? Поняли-поняли, типа там же обновь про поезда все дела. Санчоус в будущем, который уже в прошлом там наверное вроде стрим должен был провести. Наверняка этот дурилка как обычно навалил полные штаны кринжа. Но это было за эстонских фашистов. А вот то, что действительно нужно народу. Так это один кровавый грузинский шалун. Блин, так прикал Десна. Буквально несколько месяцев назад по всему по этому контенту. А точнее тизером к нему успел физики поделать. И вот они все старые знакомые. От первого до третьего московских процессов. Правда всё же имеется небольшая проблемка. В общем-то из дополнения я знаю новые фокусики у Савка. Ну и типа всё. Чё за офицерский корпус, первый раз вижу эту хрень. Чё за замутка за всеми этими поездами, мне тоже неизвестно. Кстати, нифига, они пыхтят миленько. Почему лёгкий танк называется шасти лёгкого танка? Ну и вообще образуется парочку маленьких вопросиков. Ну это то, ладно, может по пути разберусь как-нибудь. Я сюда неиздя пёздиков пришёл ради товарища Джугашвили. И его развивающейся шизофрении. Которая паранойя. Пока что у меня только один действующий министр, но зато какой. Ещё куча потенциальных есть, но это ненадолго. Некоторых даже уже посадить успели. Причём нормально так народу на самом деле. Не понял, а в чём прикол? Персонажи в тюрьме не могут быть подвергнуты чистке. Это как-то тупо. Это в смысле, что они уже зачищены, типа? Охренеть, усатый посадил человека, а расстрелять его не может. Логично? Ой, с генералами тоже какое разнообразие. Пока что. И ещё одна какая-то новая фиговина. Тактика, галактика, хренактика. И мне тут нужно всё самому ручками разбираться. Как всё, блин, непросто стало. Вот смотрю я на все эти генеральские хари, и вижу сразу так много предателей трудового народа. Уже хочется почистить высший офицерский состав. Давай, игра, завози тот контент, ради которого мы все здесь собрались. Мне нужны большие чисточки. О, заводы. Мне вас так не хватало. Хотя, сейчас я допёр, что на самом деле механика из Toolbox Theory с продакционными юнитами достаточно удобная. Зато ванилька попроще будет. Хотя, тут с какой стороны посмотреть? Так, судя по тому, что я вижу, Дальний Восток это полная задница, где не может нормально существовать человек. Ну и со снабжением там не очень. Как и в Средней Азии. Походу, вот эта вот красненькая коробочка заменила красненький черепок. И чем он разрабам не понравился? Я тут подумал и решил, а нахрена мне вообще оборонять Приморье? Мне кажется, я от него гораздо больше прошучу, чем получу. Можно бы было, конечно, построить ещё парочку железных дорог, просто дорог. Или хотя бы чего-нибудь похожего на инфраструктуру. Но чё-то у меня с винтовочками ситуация не очень. По черенгу на солдата, конечно, хватит. Но не более того. Поэтому я лучше в Москве заводики построю. Где Сибирь стала ещё более жопной, чем была раньше. Как и всё остальное не в пределах европейской части. Кроме Кавказа. И приарктической тундры. И ещё белорусских болот. Короче, я бы лучше вообще все войска в Москву отправил. Но она же не резиновая. Вон в том же Питере две дивки стоят, а у них уже какие-то проблемы со снабжением. Хотя тут, в принципе, понятно, болоток делаешь ведь. Надеюсь, что в остальных регионах будет ещё более-менее. Блин, с винтовочками совсем беда. А мне же ещё кроме них и другие приколюхи делать. Поездочки, например, пока что только гражданские. Чуть позже и до других интересных штуковин доберёмся. Ух ты, ё. Прикольно. А кто доктрины с кому не изделал? Эээ, не в офицерском корпусе, а нахрена. Хотя, очевидно, что они больше не в исследованиях, так как они не исследуются. А покупаются за овер-захрену опыта. Которого у меня нет, поэтому на время о всей этой теме забудем. Когда нападёт кто-нибудь или мы на кого-нибудь, тогда и разберёмся. Так, я вывел своих героических красноармейцев из сибирского Мордора. А это значит, что самое время их репрессировать за потерю дорогостоящего опудирования. Да и не только их, а ещё много кого ещё. Атья! Наконец-то дождались. Вот это я и называю контентом. Политическая паранойя 0%, судя по тому, что у нас уже половину возможных министров по гулагам рассажено. Там чутка побольше будет. Ну это ладно, атмосферу подозрительности мы ещё успеем повысить. Ооо, и с кого же начать? Тут прям разнообразие, флот, армия, администрация. Так много незачищенных от врагов трудового народа мест. Нам предстоит хорошенько поработать. Начнём всё же, пожалуй, с вояк. Чё-то их многовато развелось. Хотя нет, блин. Нужно было устраивать офицерские чистки накануне войны, чёрт. Неаутентичненько получается. Ну ладно, может мы их задержим. Ну или прозлим там. Я не хочу, чтобы усатое веселье заканчивалось. А вот и первый, скажем так, кандидат. Какой-то у него подозрительное имечко. Макс Райтер. И эти усишки ещё. Навивают воспоминания об одном чувачке. Который конкретно в этой катке нам будет камераданом. Ну раз уж так, то пусть живёт. Тем более, вон его чутка побили, так он сразу признался в том, что фанчик Сталина. С этого и надо было начинать. Пусть пока живёт. Не, вы не подумайте, я бы его, конечно, расстрелял. Но, во-первых, высшую меру мы припасём для кого-нибудь поприколдеснее. А, во-вторых, я хочу политическую паранойю в 100%. И как можно скорее. Так что, к сожалению, кто-то всё-таки выживет. Но только ради того, чтобы потом можно было репрессировать ещё больше человечков. Ну тогда вы почему сразу, прям сейчас и не начать. Большие скриптовые чисточки. А то чё-то как-то всё это немного дебильно. Двух дружков пирожков Зиновьева с Каменевым посадили, а расстрелять нельзя. Непонятно как-то. Зато хотя бы по фокусам получится. Да начнётся первый московский процесс. А вот и первое удаление, так скажем, из игры и не только. Э, да вы чё? Какая минус 50 паранойя? Не, я, конечно, понимаю. Мы отстреляли парочку троцкистов и прочих свинтусов. Отчего Джугашвильке стало поспокойнее жить. Но, блин, я так сотку не добью. До сих пор сижу с нулём процентов. Нужно ещё кого-нибудь ручками порепрессировать в отрыве от фокусов. Подчистим, например, администрацию. Это ещё и по фокусику можно сделать. Но опять, блин, со снижением усатой шизофрении. Я хочу совершенно противоположного. Только НКВД тут отрабатывает на все деньги. Нормальненько так паранойя увеличивая. Тогда этот комиссариат и будем качать. Заодно там можно будет по пути открыть не до нового стыбзину из модов механику. А гид проповскую. Ой, и спашки решили друг друга порезать. Надо бы им в этом помочь. Наверняка там ещё и со снабжением полная задница. Отправим им какую-нибудь мелочавку, чтобы было не жалко. Отлично подойдут армяно-азербайджанские горняки. Вообще бы, конечно, помог нашим товарищам-фалангистам. Но заместо этого можно устроить многоходовочку. Спасти испанский демократический режим. А потом через освобождение европейского пролетариата его захватить. Нифига им там можно закинуть аж шесть дивок. Ну тогда к интернациональному армяно-азербайджанскому корпусу добавляются ещё и грузины. Плюс всякие прочие горные узбеки. Так и насобирали помаленьку на силовую поддержку мирового рабочего движения. Эх, жалко, что сейчас придётся воевать с нашими будущими геноси по борьбе с мировым капитализмом. Но это только временный разлад в отношениях. Я вам обещаю, эта катка будет полностью по секретным документам. Эй, не понял, а чё за стрёмный движ? Опять какие-то там заговоры в каких-то там академиях? Очередных. Но мне-то на это пофигу по большей части. Да, я могу спокойно не расстреливать каких-то больно деятельных студентиков. Но зато потом получится словить рыбку покрупнее. Но игра мне уже запрещает не репрессировать. А разве не рановато ли? Паранойя же ведь не настолько большая ещё. Всего лишь на 64% даже до 70% не дотянула. А мне её снимают. Это какая-то ловушка Сталина. Чем больше репрессированных, тем меньше репрессированных. Но я всё равно надеюсь добить соточку. Или иначе всё это вообще не имело никакого смысла. А вот и первый невинно казнённый минорщик. Я надеюсь, им и здесь будет всё усеяно. Шо там по новой, но на самом деле не очень. Механики агитации и пропаганды. Блин, а полезная штука-то на самом деле. Так, ну раз уж я пока не взял процесс коллективизации, можно ещё рассчитывать на какой-то более-менее высокий урожай. Запропагандируем сельский пролетариат работать поусерднее. А недостаточно замотивированные будут выращивать зерно кое-где посевернее. Кстати, вот в этом моменте не хватает реализма и правдивости. Где политрешение? На отправку всех отстающих от планов за полярье. Всё не настолько хорошо проработано, как хотелось бы. Так, как я ещё могу повысить паранойю? При том, чтобы мне её потом сразу не понизили. Может быть в армейке? Да не, я тут походу вообще ничего сделать не могу. Кроме промоутирования казаков-красноармейцев. В смысле? Почему это штрафбаты не увеличивают паранойю? Вот это уже действительно нелогично. Может быть там ещё в промке важно кого-нибудь расстрелять? Нет, только строятся какие-то бесполезные и бессмысленные заводики. Нах. Ну тогда чё, покачаем советский феминизм? Всё равно делать нечего. Опа-опа-опа, пошёл процесс. К сожалению, Рокоссовского тоже не получится расстрелять. Но зато можно запугать, что тоже неплохо. Желаю каждому генералу таких трейдов. Ради исторической достоверности. Текст о паранойе тем временем постепенно и неумолимо нарастает. Аж до 79-ки дополз. Давай-давай, до соточки долезай. Иначе будет немного грустненько. Похоже, игра услышала моё нытьё. Фактически, прямо сейчас могу паранойю до максимума добить. Ммм, ну тогда не придётся репрессировать среднечковых офицеров. Но секретные документы говорят, что мне их нужно расстрелять. А, это морячки. Ну тогда на них, в принципе, насрать, пусть живут. Найс. Ну чё, когда там развал Союза? Или там ещё что-нибудь весёлое? Даже достижения, блин, не дали. Что на самом деле, в принципе, логично. Я ж не дурак на Айронмене играть. Но проблема в том, что такого нету. Да, это какая-то щутка. То есть, ачивку на завоевание СССР без захвата Сталинграда разрабов сунули? А на стопроцентную паранойю нет. Добавили бы ивентик, где сталин саморепрессируется и всё. Развал, Миднайт, Варлорда, пиздец. Можно же ж было сделать всё гораздо веселее. Ну тогда давайте с историчной шизой разберёмся. Понавытаскиваем глистов троцкистов из тучного народного тела советской бюрократической махины. К сожалению, они уже хорошенько так успели понаразмножаться. Зачищенных чувачков становится всё больше и больше. Причём тут имеется обширное видовое разнообразие. От интернациональных поляков до пропагандистов против Сталина. Так чувак вообще до 37-го дожил. По-моему, он один из тех, кто с начала катки уже в ГУЛАГе сидел. Во, уже побольше портретиков становится. Что не сказать о паранойке. Но знаете, раз уж игра не хочет шизить, то я её заставлю. Расстреляю вообще всех, до кого дотянусь. Ну или по крайней мере практически всех. В данных конкретных условиях это лучшее, что я могу сделать. Опять Рокоссовский с Малиновским цапаются. Похоже, в прошлый раз я их недостаточно запугал. Не, ну это определённо намёк. В этот раз всё простым испугом не обойдётся. Кого-то обязательно надо расстрелять. Так, я сейчас закрою глаза и попытаюсь тыкнуть в кого-нибудь из генералов. Что ж, пока Рокоссовский. Опа, нифига. Давно не было полноценных дебафиков на нашу антисоветскую советскую армию. Ну, судя по тому, как они чмошно в Испании боюют. Неплохо будет немного бояк подчистить. Вообще классный на самом деле геймплей. Я потихоньку вырезаю минорчиков и не особо. Сижу с триллиардом дебафов. Но при этом ментальное здоровье вождя находится в превосходном состоянии. Странноватый он, конечно, чувак. Правда, всё это имеет за собой некоторые неприятные последствия. Конкретно наши элитные киргизско-грузинские горняки не в состоянии пробить одну испанскую клячу. Ох, как же весело будет с мажорчиками воевать. Но до этого ещё дожить надо. Что удастся далеко не всем. Кстати, про войнушки. А чё б не выйти на международную арену? Особенно с такой суперской пуперской армией. Как же много новых иконок с кровавыми серпами завезли разрабы. Собери их всех. Но пошпынять минорчиков у нас получится даже с такими слабыми силами. Тут ещё много чего можно весёленького поделать. Нифига себе, игра даёт мне шанс стать невероятным крысичем. Испанцы на время войнушки доверили нам свой золотой запас. Ну и почему бы его не взять и скоммуниздить? В оплату за таджикских горно-стрелковых интернационаглистов. Да и им и так недолго осталось. Золотишко не должно оставаться без хозяина. О, епошки. Которым, честно говоря, реворк нужен ничуть не меньше, чем совкам. Напали на китаёздиков. Это значит, что время что делать? Правильно поделить вместе с ними чайну. Хотя, стоп, я и так смогу вторгнуться в Китай. При этом ещё имея войну с епошками. Но зато потом мы вместе с ними можем бороться против американского капитализма. Блин, какой сложный выбор-то. А один добрый дружочек у меня, наверное, потом уже будет. Австрийский усатик. А тогда, чё б мне сделать, ось? Берлин, Москва, Токио. Да и вот ещё в чём дело. Мне стремновато войска на Дальнем Востоке держать. Из-за того, что это снабженческая пропасть. А анимешки же рано или поздно захотят меня поднимать. Но можно уступить никому ненужной Северной Сахалиной. В принципе, всё окей. Так что относительно помириться с Хирохитой будет даже выгодно. И сразу же тянется другая дружественная рука. На этот раз Запада. От хоть и национального, но всё же социалиста Адика. Приятненького-то, по сути, паренька осуждаю. В отличие от всех этих мерзких, жирных капиталистов. Надеюсь, этот научный договор заложит основы крепкой дружбы. Упси-дупси. Походу, одного ягодку запалили во время игры с его... Деревянным, скажем так, красноармейцем. А, ну ещё он власть хотел захватить. Ох уж эти советские граждане. От главы НКВД до простого Васи. Ну просто один за одним подряд. Похоже, нам нужен действительно верный товарищ, чтобы зачистить всю эту нечисть. Самый настоящий большевик. Товарищ Ежов, ваш выход. О, да. Он как ягода, но в два раза лучше. В том числе и в бусте паранойки. Класс. Ага, что-то мне это напоминает. Одна большая коммунистическая страна и немаленькая фашистская делят между собой нейтральную. Где-то я это определённо видел. В общем, да, мы вместе с Хирохитой воюем против агрессивного китайского капитализма. И ещё коммунизма. Прости, Мау, но я нашёл себе бойчика посерьёзней. Раз уж сейчас у нас намечается военушка, то почему бы не начать масштабные чистки военных? Как раз-таки самое время. Не понял. Я чё, сейчас просрал больше половины промышленной ветхи из-за войны с Синьцзянем? Классно. Ну и хрен с ним, обойдёмся. Это не чистки, тут нет ничего обязательного. Спокойно живёт и дышит советская страна, ведь всем её противникам пи***а. Эй, ё-моё, у меня фельдмаршалы вообще остались? Ну да, пока что. Посмотрим, сколько им удастся продержаться. Кладываются такие ощущения, будто я немного так поел говна. Чё-то у меня не особо получается пробивать китайчиков, которые сами с дебафиками сидят. Придётся рассчитывать на японских товарищей. Ещё и это снабжение. Наверное, следовало бы сначала отстроить там всякие дороги, ЖДшки, прочую подобную чепухню перед войной. Но из-за того, что всё вышло так немного спонтанненько, приходится страдать тут. Я бы кого-нибудь расстрелял за неудачное наступление, но солдатики и без моего влияния достаточно шустро дохнут. Чёрт, походу мне и за некоторых жизненных трудностей. Всё-таки придётся позаниматься армейкой. Тем более я же ведь ещё и с недомажорчиками воюю. А это значит, что скоро бессмысленно в китайские горы будут долбиться уже штрафбаты. Может, хотя бы у них получится. Эй, ну вы чё? Зачем кровавого карлика так быстро сливать? Я думал, Ежов у нас задержится. А хотя ведь ничего не мешает мне его оставить. Берия, конечно, тоже чувачок интересный. Но никак не Колька. Пусть будет он. Чёрт, Жуков. А ведь чёл действительно даже очень неплох. Вместо него можно Ворошилова расстрелять, что в принципе тоже неплохо. Ну так я скоро совсем без фельдмаршалов останусь. Генералов у меня в принципе и так хватает. Ну ладно, что уж, Гришка, пока-пока. Дее. Сейчас начнётся качественно новый уровень геймплея. А можно сразу всю армию на штрафников заменить? Не понял. Эй, ну вы чё? Почему я штрафные дивизии обучать не могу? Хотя стопе-стопе погодите-ка. Нет, похоже, я всё-таки смогу сделать штрафную армию. Только для начала нужен подходящий шаблончик. К сожалению, пока доступен только такой. Не, ну так мало невинно репрессированных в дивизиях не годится. Нужно ещё опыт военный навоевать. Раз уж мы завершили, скажем так, военные реформы, можно продолжать зачищать дурачков. Но уже за пределами нашего государства, где-то там через Атлантику в Мексике, до сих пор спокойно живёт и дышит троцкистская сволочь Троцкий. Это нужно исправить. Деду ли срочно нужна порция литоруба в бошку? Так, а вот это уже хороший вопрос. Репрессировать мне Фласова или да? Или вообще вместо него расстрелять Будённого? Почему игра так активно хочет, чтобы я уничтожил своих единственных маршалов? А, ладно, на самом деле, пусть оба живут. Пока. Опять дебафиков подзавезли. Чё-то последнее время были одни генералы да фельдмаршалы. Е-е-е, новый кровавый серп в коллекцию. Хоть тут и чисто звёздочка другая. А теперь можно покуситься на жизнь пожилого троцкиста. Незаметно или заметно. Я коммунист, репрессирую где хочу. Законом не запрещено. Хотя на самом деле нет, ну да и не важно. Зачем это, чтобы долбануть одного тядуля литарубом, нужно готовиться практически год? Попробуем всё сделать попроще. Текст, текст, текст. Чем бы ещё в промежутках между чисточками позаниматься? Может вторгнуться на Ближний Восток? Хотя не, у меня уже имеется однокорная войнушка, которая сжирает значительное время и ресурсы. Кстати, про них. Судя по всему, мне всё же придётся немного поразвивать промку. Хоть ей большую часть ветки просрал. Придётся довольствоваться оставшимися харчками. Гоминдановцы совершили непоправимую ошибку. Раньше они у меня держали больше войск, чем у Япошек, походу. И поэтому анимешники их начали потихоньку давить. И гитаяки начали переброску дивизий, так как подумали, что Красная Армия слишком плохая и не пробьётся. Не, ну про то, что плохая это правда, но зато крайне уперто. Ща походу попрёмся в великое наступление. Эй, Хирохида, ты чё, братан? Мы ж с тобой за единое дело боремся. Нахрена я тогда ему вообще Северный Сахалин отдал? Обидно, блин. Разберёмся с анимешками чуть-чуть попозже. После того, как они мне в другой войнушке помогут. Щас бы хотя бы с Синьцзянем разобраться. Я даже не могу у него уничтожить окружённые части, потому что они снабжаются даже лучше, чем, блин, мои. Но вообще всё, в принципе, идёт довольно неплохо. Хм, я уже могу покончить с бухаринцами. Правда, это и чистки завершит. Чё-то мне кажется, мы пока что маловато перестреляли. Не, я лучше казаков в армию верну. Как раз-таки мне бы сейчас не помешало больше места для прорыва в Китай. Особенно для этого подойдёт мясо на конях. А расстрелять правых, левых бухаринцев мы всегда успеем. Нифига, как изменились коняшки при Сталине. У нас чё, казаки бронетанковыми будут? Честно говоря, охредительно странный шаблон. Что-то на уровне безумного безумца может даже безумнее. Ну, пускай будет чё. Ура, я капнул! Горного коммунистического китайского бомжика. Первый и великий шаг к победе интернационального движения по всему миру. Ещё и котелок устроил для всех этих тварей, которые мне пробиваться не давали. Сука, они выбрались. Ну, ладно, тогда покончим со всем этим горным весельем уже в следующий раз. Как и с чисточками. А ну, а пока. Пока. Пока.